МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Российские писатели встретились в Дагестане. В Махачкале проходит выездной секретариат Союза писателей России. Скоро на всех экранах Северного Кавказа в Махачкале снимут полнометражный комедийный фильм с участием команды КВН «Махачкалинские бродяги». Село Гапшума закрыто на карантин по предложению главного санитарного врача Акушинского района. В селе госпитализировано 7 подтвержденных больных COVID-19 и выявлено 15 контактных с положительным ПЦР-тестом на коронавирус. Проводить массовые мероприятия запрещено. Ограничено и количество людей, принимающих участие в траурных мероприятиях. Напомню, ранее в соседнем Сергокаринском районе из-за коронавируса на карантин закрыли село Урахим. В Махачкале примерно в 12 часов дня произошел пожар по адресу Салаватова, 10. Огонь вспыхнул на втором этаже частного дома. Пламенем было охвачено около 50 квадратных метров жилой площади. Своевременные действия пожарного расчета не дали перекинуться огню на соседние здания. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, жертв нет. Причины пожара выясняют эксперты. Ленинские и советские районы Махачкалы сегодня оказались обесточены из-за аварии на подстанции «Новая». С самого утра энергетики филиала «Россети» Северный Кавказ проводили ремонтно-восстановительные работы. К ним были привлечены работники службы «Махачкала-1». Впоследствии аварии ликвидировали 10 специалистов в составе трех бригад. Также привлекли три единицы техники. Напомню, что подобная авария на подстанции «Компас» накануне дагестанцев также оставила без электроэнергии. В Махачкаре задержан наркокурьер. Сотрудники полиции заметили гражданина по проспекту Акушинского, поведение которого вызвало у правоохранителей подозрения. При личном досмотре у мужчины было обнаружено более 150 граммов мефедрона. Это 700 разовых доз. Кроме того, задержанный назвал координаты более 380 закладок на территории города Махачкалы. По его словам, в одном из мессенджеров социальной сети куратор скидывал ему адрес оптовой закладки, которую он забирал, расфасовывал на более мелкие партии и сбывал путем совершения закладок. Абдул-Патах Амирханов посетил Буйнакск. В рамках рабочей поездки проанализированы ключевые социально-экономические проблемы города. Такое поручение председателю правительства дал в Рио главы республики Сергей Меликов. Вице-премьер проинспектировал объекты водоснабжения и ряд земельных участков. В частности, осмотрена насосная станция, очистные сооружения, канализации, врезки на водопроводе Черки-Буйнакск, водовод в районе Комсомольского озера. Внутренние городские сети и основная нитка водовода сильно изношены. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация строительства новой нитки водовода Черки-Буйнакск, прошедшая госэкспертизу и имеющая положительное заключение. Чтобы обеспечить население питьевой водой в круглосуточном режиме, выделено почти 99 миллионов рублей. Абдул-Патах Амирханов поручил профильным ведомствам проработать вопрос строительства новой современной лаборатории и ее технического оснащения. К сожалению, у нас был очаг отравлений в городе. Это неправильная, некачественная подача воды. Вода подается некачественно, потому что нет нормального водоподведения, канализации и качества. Администрация города перед председателем правительства обозначила еще одну проблему – нехватку свободных земельных участков. На учете в качестве нуждающихся в жилье в Буйнакске состоят более 3 тысяч семей. Более 1300 в Буйнакске семей – многодетные. Это такие большие проблемы, на которые, наверное, мы сами в этом однозначно не справимся. Поэтому, конечно, помощь мы ждем не от республиканских нашего руководства и, соответственно, федеральных. Поэтому мы выходим из инициативы. В России в нашем регионе собрались авторы и переводчики художественной литературы со всех уголков страны. Накануне в рамках заседания обсуждали творческие идеи современных писателей, а также награждали отличившихся современников. Подробнее расскажет Карим Данеев. Уже во второй раз Дагестан стал местом дислокации писателей со всей страны. На родине великого поэта Расула Гамзатова собрались поэты, переводчики, журналисты и все те, кто связан с литературой. Собрание секретариата Союза писателей России прошло в Театре поэзии. На нем обсуждались насущные вопросы творчества современников. В основном обсуждаются вопросы художественного перевода. Чтобы продолжить советский опыт, мы знаем, что такие именно как Расул Гамзатова, Фазу Алиева, Юсуп Хапала и многие другие дагестанские поэты, писатели, классики, они переводились на русский язык, там специальная художественная школа была, и благодаря этому они стали известны во всем мире. Открытие секретариата началось с награждения отличившихся писателей и журналистов за вклад в развитие культуры и искусства. Среди награжденных – журналист и общественник Айна Гамзатова. Ей вручили орден Расула Гамзатова «Белые журавли» за укрепление межнациональной дружбы и пропаганду базовых ценностей Российской Федерации. Для меня, конечно, это очень неожиданная награда. Я очень волновалась, когда шла сюда, и когда мне сказали, позвонили, что будут вручать такую награду. Культура – это очень важная составляющая духовности. Поэтому для меня это огромная честь – получить такой орден. В выездном заседании Союза писателей участвуют гости с Москвы, Петербурга, Брянска, Коми и многих других регионов страны. В Дагестане у них намечен большой объем работы. 25 человек приехало из разных регионов России. И весь этот творческий десант завтра посетит Хонзахский район. Союз писателей России объявил Хонзахский район главным литературным районом Российской Федерации, так как оттуда вышли очень много известных писателей – Асуна Азатов, Азу Алиева, Басиль Магомед. Их много. Карим Даниев, Ирина Камберова, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане прошел конный поход к столетию образования ДССР. Всего в туре участвовали более 70 всадников из многих районов и городов республики. Маршрут конного похода проходит по самым живописным природным уголкам Дагестана. Стартовав из села Ашильта Унцукульского района, участники преодолели путь 80 километров и добрались до села Галотль Шамильского района. В программе торжественных мероприятий были предусмотрены конные скачки, выступления известных артистов и мастеров искусств республики, церемония награждения участников конного похода, торжественный обед и народные гуляния. А в Махачкале презентовали книги шейха Хасана Афанди из Кахиба «Танбих Ас-Салихин» и «Хуласат Аль-Адаб». Работа над книгами, посвященными этическим нормам, шла несколько месяцев под руководством самого муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Презентация прошла в музейном комплексе «Россия. Моя история». Участие в ней приняли председатель муфтията Шамиль Алиханов, общественные, религиозные и научные деятели. Выступавшие говорили о жизни и духовном наследии, которое оставил после себя шейх трех тарикатов – Хасана Афанди из Кахиба. Также гости просмотрели видеоролик о духовном наследии великого шейха, подготовленный муфтиятом республики. И прослушали отзыв муфтия шейха Ахмада Афанди о книгах, которые, к слову, будут изданы в скором времени и на русском языке. Хасан Афанди в этих двух книгах вложил всю суть тариката. Если кто хочет соблюдать этику, эта этика там есть. Что такое тарикат? Там вложено. Как вести себя с друзьями, как вести себя с наставником, с шейхом? Там вложено. Поэтому все, что необходимо начинающему ряду в этих книгах, имеется. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.